Как узнать, сколько переходов было по моей ссылке? Друзья, вы на канале Учите компьютер вместе с нами. Предположим, что вы размещаете ссылки на свой сайт где-то на сторонних ресурсах. Как узнать эффективность всего этого? Или другой пример. Возможно, вы замечали, что под каждым своим видео я оставляю ссылку на плейлист, где собраны все видеоуроки по данной тематике. Опять же таки, как понять, зрители переходят по этим ссылкам или нет? Вы можете считать количество кликов по вашим ссылкам, если воспользуетесь для этого сторонними сервисами, например, bitly.com. При первом посещении вам предложат зарегистрироваться, и это делается буквально в несколько кликов. Данный сервис позволяет сокращать длину вашей ссылки до очень короткой в заданном формате. И одновременно с этим он ведет подсчет количества кликов по этой короткой ссылке. Основной функционал здесь бесплатный, и его вполне хватает для решения нашей задачи. Но есть и продвинутые платные возможности. Например, посмотрите. По ссылке сервиса Google у меня было 170 переходов. Давайте ее выделим и посмотрим. Итак, первоначальная ссылка на данный плейлист на моем канале была очень длинной. И она была сокращена до вот такого формата. Эти ссылки сейчас абсолютно эквивалентны друг другу и ведут на одну и ту же страницу. Давайте в этом убедимся. Я кликаю на первую ссылку. Открывается какой-то ресурс. И кликаю на вторую ссылку. Посмотрите, у нас открылись две абсолютно одинаковые страницы. Теперь недостаточно скопировать укороченный вариант моей ссылки и разместить его на том ресурсе в интернете, откуда я хочу привлекать посетителей. А система уже автоматом будет вести подсчет числа переходов по этой ссылке. По умолчанию, в левой части окна мне показывается общее число кликов по ссылкам за все время их создания. Но, если я переключусь в режим Top Performance, то увижу, какие ссылки были наиболее популярны за последний месяц. Осталось показать, как такие ссылки создаются. Делается это очень просто. Нажимаем кнопку Create и в поле PastLongURL вводим первоначальную длинную ссылку. Дальше все происходит на автомате. Давайте попробуем. Я скопирую ссылку на произвольную страницу и вставляю ее в заданное поле. Есть. Для созданной ссылки вы можете задать понятный комментарий, чтобы в будущем среди них было проще ориентироваться. Настоятельно рекомендую вам это делать. Вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.